Готово ли население края сортировать мусор? Уже на этапе этого базового вопроса в сложной цепочке мусорной реформы мнения экспертов разошлись. Так барнаульские эковолонтеры полагают, что готовы абсолютно все горожане. Чиновники говорят о 40% населения края. А рекоператоры убеждены, чем дальше вглубь региона, тем сложнее. Но не хотят деревенские сортировать, а потом еще и платить за мусор, когда всегда его просто в лес вывозили или сжигали в печи. Но менталитет изменится. Нужно только разъяснять и просвещать. Не унимаются добровольцы. Раздельный сбор – это нормально. Это не надо ковыряться в мусоре. Это чистое торсырье. Оно не плахнет. Вы не похожи на мобжар, когда едете с ним в трамвае, на максу. То есть это нормально. Так делают цивилизованные люди во всех нормальных странах. Однако, по мнению отдельных экспертов, ничто так не побуждает к действию, как карательные меры, в данном случае штрафы. Но как привлечь к ответственности нарушителей? И правильно ли это, когда условий для раздельного сбора отходов в крае практически нет? Мы не можем поставить около каждого контейнера экологического инспектора. Мы не можем направить его в каждую квартиру, чтобы он следил, как выносятся отходы. Наказывать его в нем можно хоть и начинать сегодня, грубо говоря. А собственник отходов, правильное название юридическое, он скажет, Вы подготовили мне эти площадки накопления сбора отходов по раздельному сбору. Их нет. Для строительных отходов. К 2030 году в крае предполагают в среднем в два раза нарастить так называемую базовую инфраструктуру. Число мусорных баков и контейнерных площадок. А также организовать целую сеть экопунктов. При этом при ее создании, считают рекоператоры, нужно учитывать морфологический состав отходов. Какие виды отходов у нас образуются в Троицком районе? И я больше чем уверен, что в удаленных селах Троицкого района они существенно отличаются от отходов, которые существуют в райцентрах, а тем более в поселках коттеджного типа, либо в крупных городах. Потому что это зависит от уровня жизни населения и от доходов. У нас все под одну гребенку. Но даже имея инфраструктуру, понимая состав ТКО, штрафы не заставят сортировать мусор всех поголовно. Куда эффективнее не забирать рубль, а поощрить им, считает известный барнаульский эколог. В Советском Союзе, к примеру, платили за сдачу стеклотары. Решение этих вопросов лежит чисто в экономической плоскости. Пока людям будет выгодно сжечь или вот на свалку возить попал, где все горит, так и будет. Если у них будут стимулы это разделять, сдавать, должен чисто экономический кнут и гряник работать. Не сортируешь, платишь больше. Сортируешь, значит, или там сдаешь, платишь меньше. Уже сегодня, сошлись во мнении участники дискуссионного клуба, раздельный сбор мусора мог бы сэкономить людям деньги. Сейчас управляющая компания может поставить раздельные баки сама для раздельного сбора, реализовать этот материал, который получил. Это прежде всего, это пэт-тара, это стрейч-пленки, бумага и, конечно, алюминиевые банки, либо железо, если это товарная продукция, которая на рынке сейчас пользуется спросом и которую можно реально продать. Способна ли сортировка отходов повлиять на стоимость коммунальных тарифов, расскажем в ближайшем выпуске. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.